все презентация видно меня слышно все слышно все спасибо отключать микрофон давайте микрофон отключить пожалуйста все значит сегодняшняя лекция порядок выполнения строительных работ презентации не видно появилась до появилась значит сегодняшняя лекция порядок выполнения строительных работ строительные работы выполняют специализированные колонны в составе которых имеется как правило две комплексные бригады для производства работ с пути и одна с поля комплексная бригада работающая с пути имеет установочный поезд тепловой кран на железном ходу с подстрелочной платформы полувагоны или платформы для перевозки анкеров фундаментов и опор вагон теплушку котлованокопатели буровая машина много ковшовый котлованокопатель и автомобиль при необходимости при необходимости приброгаде придаётся вибропогружателем ампл и устройство для забивки свай для производства работ с поля применяют комплект машин состоящей из бульдозера котлованокопателя мкт-с 2 м кранов на тракторном или автомобильном ходу, тракторов и прицепов для перевозки опор автомашин. К этим работам приступают после разбивки мест установки опор в соответствии с планами контактной сети. Положение оси опоры отмечают, нанося вертикальную черту несмываемой краской на наружной стороне шейки рельса и указывают порядковый номер, тип опоры, габарит ее установки. Разработку котлованов производят механизированным способом, используя буровые машины МКТС-2М, а в отдельных случаях экскаваторы Э-221 и другие машины. В стесненных условиях, например, вблизи трубопроводов, кабельных линий и тому подобное, котлованы роют вручную. Размеры котлована в плане должны обеспечивать свободную установку фундамента или опоры, а глубина котлована соответствовать проектным размерам, отличаясь от них не более чем на 10 мм. Работа по механизированной разработке котлованов организуют таким образом, чтобы установка фундаментов, анкеров или опор выполнялась непосредственно за разработкой котлованов. Это позволяет избежать применения специальных креплений, обеспечивающих устойчивость вертикальной стенокотлована. Когда ведется разработка котлована, не разрешается находиться у работающего бура на расстоянии менее 4 м, а при работе котлована-копателя ВК-3 на расстоянии менее 15 м от рабочего органа. Не допускается перемещать машину МКТС-2М в рабочем положении, а также приближаться к работающей машине на расстоянии менее 10 м. В местах сильного притока грунтовых вод перед разработкой котлованов необходимо выполнять мероприятия по водоотливу, водопонижению или применять шпунтовое ограждение. При разработке котлованов или при устройстве свайных фундаментов в местах расположения подземных коммуникаций принимают меры, предотвращающие их повреждения. Работы производят под наблюдением представителя организации, эксплуатирующей коммуникации. Для наблюдения за разработкой котлованов под опоры контактной сети на действующих железнодорожных линиях дистанции пути выделяют своего представителя. Котлованы на станциях и остановочных пунктах в местах скопления людей закрывают щитами или ограждают, соблюдая габарит приближения строений. Монолитные фундаменты бетонируют в открытых котлованах, применяя опалубку, наверх которой устанавливают шаблон, фиксирующий положение анкерных болтов. Погружение свайных железобетонных фундаментов и анкеров контактной сети производят вибропогружателем АВСЭ, перемещаемым мотовозом МЭС-1. В процессе погружения свайного фундамента запрещается постоянный обмен условными сигналами между машинистами вибропогружателя и мотовоза и руководителем работ. Нельзя приближаться к вибропогружателю во время его работы ближе, чем на 20 метров. Для погружения фундаментов глубокого заложения, сваи стаканы, сваи стойки, со сборными стаканными оголовками и свайных фундаментов для ростверков плит, опор гипптич поперечен применяют вибропогружатели ВП-1 и дизель-молотые УР-1250, которые располагают на направляющей раме, закрепленной на стреле железнодорожного крана. Блочные закапываемые фундаменты и анкеры опоры контактной сети устанавливают кранами или тракторами на автомобильном ходу. Применяют стропы и захваты, обеспечивающие возможность подъема опоры, перевода ее в вертикальное положение, установку в котлован и снятие стропа без подъема рабочих на опору. После установки опоры и замера расстояния от оси пути, ее закрепляют в котловане или на фундаменте. Пазухи фундаментов и опор в котлованах засыпают слоями по 20-30 см. Каждый слой утрамбовывают. При разработке в зимних условиях грунт очищают от снега и льда. Для компенсации осадок засыпку делают на 30-40 см выше проектного уровня. Регулировку опоры целесообразно выполняют с помощью крана при их установке. При этом наклон опоры относительно вертикали не должен превышать 2% ее длины в сторону противоположного действующего основных нагрузок и 1% вдоль оси пути. Для анкерных опор наклон вдоль оси пути не должен превышать 0,5% в сторону противоположного действия основных нагрузок. При установке опор допускаются следующие отклонения от проектных данных. По длине завделки в грунт плюс-минус 100 мм, по длине пролета плюс-1 и минус-2 мм, по расстоянию от оси пути 150 мм, отклонение опор по отношению к направлению перпендикулярному оси в плане, в том числе закладных детелей и железобетонных опор, плюс-минус 3%. При установке металлических опор их закрепляют не менее, чем на одном анкерном болте под каждой стойкой. Выровнять опоры по вертикали можно, применяя стальные панели.